Друзья, всем привет! Сегодня у меня не очень хорошие новости с учетом того, что я и так давно не записывал видео, потому что я очень усиленно тренировался, хотел записать в одном видеоролике сразу три своих выполненных цели. Теперь я чувствую, видеоролики не будут выходить еще несколько месяцев, а скорее всего и полгода. Потому что случилось самое страшное. У меня оторвался бицепс. Была самая безобидная тренировочка, я был максимально размят, я делал горизонтик, и у меня что-то щелкнуло в руке, была дикая боль, я упал, я не понял, что произошло, я смотрю, у меня бицепс так вот закатился наверх, я не мог разогнуть руку. В общем, сегодня я посетил трех врачей, сделал МРТ, и диагноз установил, там как-то за ума написано. Суть в том, что сустав здоровый, все хорошо, а вот мышца не прикреплена. Вот, я уже столкнулся с мнениями врачей. Один категорично говорит, что нужно делать операцию по-любому, другой говорит, операция это несет всего лишь косметический эффект, если тебе переживаешь за то, что у тебя низ бицепса оторваны, то можешь сделать это. А по сути операция несет только косметический эффект, и не даст тебе прироста в силе, ты потеряешь всего 10%. Суть в чем, что уже идут какие-то противоречивые мнения, два профессионала, два врача, ортопеда, говорят абсолютно разные вещи. И я поискал в интернете, и таких случаев много оказывается, особенно у пауэрлифтеров это часто случается, у воркаутеров тоже такое случается. И те, кто не сделали операцию, жалеют, говорят, что лучше делать операцию. Я, скорее всего, в ближайшие дни полечу в Москву, я буду делать операцию. Я не знаю, сколько это еще стоит, я завтра буду все это узнавать. И, возможно, я полгода тренировок, у меня таких уже не будет, это точно, а то и больше. Я, если буду что-то записывать, то это, наверное, для таких же, как я в будущем, как это все пережить, как восстанавливаться, как происходит процесс восстановления, вообще вернется ли ко мне сила, смогу ли я потянуться 50 раз в своей жизни или уже в следующей, неужели это недостижимая для меня цель. Вот, поэтому так вот все печально, на самом деле очень сильно подавлю. У меня чувства такие смешанные, иду такой иногда, думаю, блин, все плохо, ничего не хочу, все, на пенсию. А иногда такой, думаю, блин, надо бороться, надо вот до конца идти, вот, эти все трудности преодолеть, показать, что это не все фигня, надо идти дальше, сколько фильмов таких было. И вот так вот у меня, 50 на 50, очень в голове каша какая-то, не сплю ночами, очень все трудно. Вроде бы мелочь, как бы мне врачи говорят, у грузчиков такое часто бывает, они даже ничего не делают, дальше работают, им пофигу. Я же понимаю, что даже потери в 10%, там, в 15%, это для меня катастрофа, потому что нагрузка уже будет распределяться на брахиалис, на широчайшую, уже будет гипертонус в мышце, это собой поведет последствия, может быть, даже какое-то защемление. Кто изучает кинезиологию, тот поймет, о чем я говорю. Вот. Поэтому записываю это видео, чтобы вы поняли, что в ближайшее время, наверное, ничего не будет интересного на канале. Если вам интересно, то я буду благодарен каждому, кто останется на моем канале, потому что я не буду бросать спорт, я постепенно-постепенно все-таки постараюсь выполнить все свои цели, у меня вся жизнь впереди, я думаю. Я думаю, 21 век, может, когда-нибудь я себе поставлю железную руку, и она будет с этими усилителями, гидроусилителями, я буду подтягиваться, как рыбаков. Вот. Ну, визуально это не видно, я, может, буду спрашивать, но, во-первых, рука не работает, она не поднимается у меня, если резко это сделать. Во-вторых, вот, у меня бицепс очень низко прикреплен, кто видит. Я не знаю, видно на камере, нет. Вот здесь у меня... Я всегда кайфовал, потому что у меня пика нет у бицепса такого, как у многих, но у меня низ бицухи очень выделялся, мне это нравилось, потому что ты ходишь в футболочке, ты же не будешь вот так вот ходить в футболке, ты ходишь вот так вот, бицуха видна, и это круто. Здесь у меня бицепс, вот, 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 его нет. И вот если я поворачиваю руку, вот тут он поворачивается, здесь если я поворачиваю... Аня поворачивается! И у меня сегодня гематома образовала... На видеороликах все намного хуже у многих спортсменов, у них вся рука синючая. У меня вот гематома и... Вот, видно, пицуха служит, ну вот, вот нету пицепса. Ну, торван. Шаскач. Короче, ночью плачу в подушку, все плохо. Ну, не надо плакать в подушку. И самое обидное, ребят, многие спрашивали, чем я зарабатываю на жизнь. У меня акробатическое шоу, я выступаю на корпоративах, и вы понимаете, что свадебный сезон, и я, походу, остаюсь без денег. Я пойду, наверное, работать каким-нибудь официантом, или, я не знаю, даже фитнес-тренером я сейчас не возьму, полгода. Это большой срок, за это время можно потерять всю клиентскую базу и уйти назад, конкуренты выйдут вперед. Короче, очень все трудно. Вообще, я такие, философия в голове идет какая-то, чем заниматься дальше. А у меня нет никакого запасного варианта. Я всегда испытывал свой организм на максимум, и я знал, что когда-то этот день перейдет, но не так рано, мне всего лишь 28 лет. И, не знаю, надо иметь всегда план Б. Не связанный со спортом. Я думал уже об этом, что у меня все связано со спортом. Ютуб спортивный, акробатическое шоу у меня связано со спортом, фитнес-тренер, я мог работать со спортом. Теперь я даже штангу не могу, блины за клиентами не смогу брать в ближайшее время. Мечта твоих родителей сбудется. Ты можешь работать математиком. Да, у меня, кстати, диплом математики, я могу пойти работать в школу математики. Удачи! Ватюша не хочет. Будет круто, да, наверное, пойду в школу математиком. Да что ты кричишь? А, кстати, в комментариях, я уже с одним чуваком списался, с воркаутером, у него была такая ситуация, у кого уже была похожая ситуация, или я не знакомый, пишите мне в комментариях, для меня очень важно, потому что я до сих пор не знаю, делать эту операцию, не делать. Все-таки отпишитесь все в личку, в комментариях, мне нужно побольше информации собрать, и вдруг мне кто-то поможет. Или кто в Москве знает врача хорошего, у меня сейчас любая информация будет очень важна, потому что я ничего просто не знаю, я хожу по врачам, я вообще не знаю, куда идти, что делать, полис там какой-то, паспорт какой-то им нужен, я не знаю. Ну ладно, в общем, сегодня я целый день ходил по врачам. Поэтому любую информацию мне скидывайте, это будет очень важно, вы мне очень поможете. Все, будьте здоровы, занимайтесь спортом. Всем пока!